Всем привет! Я Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! Подписчики сделали из меня таболапкера! Я максимально долго сопротивлялась этому тренду, но на концертах вы мне подарили столько таболапок, что я уже, ребята, все, сдалась. Теперь я тоже тап-тап-тап по лапочке и вот эти вот все дела. Скорее всего, сейчас ультра-таболапкеры мне скажут то, что это немного, то, что у меня всего 4 лапки, но для меня это реально много, потому что у меня никогда ни одной не было таболапки до этого момента. И как вы видите, они уже все у меня супер такие замызганные, затапанные, и вот так вот они в таком вот состоянии, вот так вот они выглядят. Потому что я реально с ними долго играла, я просто была удивлена, то, что на самом деле реально таболапки такие прикольные, я все это время думала, что они прям ужасные, склизкие, как слаймы, ну хотя по сути так и есть, но все же, все же мне они прям, ну как-то понравились, прикольные такие, особенно вот их внешний вид. На самом деле это не все лапки, которые мне подарили, их было больше, но они были в рюкзаке, который мама потеряла в аэропорту. Но, ребята, которые подарили мне эти лапки, не переживайте, потому что рюкзак уже нашли друзья, и они почтой его отправили из Москвы в Питер, так что скоро он придет, и у меня снова будут ваши лапки. Пап-пап-пап-пап-лапочки! Я подумала, а может сделать таболапку своими руками? Кто хочет такое видео, пишите в комментариях. А сегодня я попробую провести эксперименты над таболапками, буду делать всякие трэши, издеваться над лапками, короче, все ваши нет в лапкерах будут сегодня в этом видео, приготовьтесь. Но у меня мало таболапок, поэтому я отправляюсь в магазин, чтобы купить еще. Так, ребята, я уже в магазине, смотрите, сколько тут разных таболапок. Вот такая вот огромная есть. Она, кстати, реально похожа чем-то на лапку Алисы. У Алисы задняя лапа, у нее белая, у нее так же выглядят лапы. Вот такие розовые, вот такие стандартные, тут есть всякие какие-то интересные маленькие в коробочках. Тут, смотрите, ребята, даже из брелокей таболапки, я таких вообще никогда не видела. Еще всякие разные, какие-то мягкие, с всякими разными наполнителями. Смотрите, табо Орео. Они так классно все выглядят. Вот такие вот, смотрите, супер-мега-мизерные, они меньше моего пальца вообще. Гигантская табо Орео, я в шоке. Почему это еще не в тренде? Еще вот такие вот. Это что-то как типа Simple Dimple, что ли? Это явно не мягкая таболапка, она как будто пластмассовая. Или это Squish, ну, короче, классно. И плюшевая таболапка. Что, вот такие брелочки есть, и вот такие всякие разные. Вообще прикольно то, что таболапки, они все разных цветов, это прикольно. На любой вкус и цвет выбрать можно среди глаз какой-то. Табоглаз. И, ребята, смотрите, что тут еще есть. Это Патрики с попой. Вот помните, я шутила про табожопку, это уже не шутки, ребята. Она реально существует. Таболапки. Итак, я уже дома, и я купила целых семь таболапок. Даже восемь, если считать вот эту вот точилку. Ну, ладно, это просто так я увидела. Представляете, точилку с вот такой вот таболапкой, по-моему, прикольно. Итак, я купила вот такую прозрачную таболапку с желтыми вот такими вот подушечками. Такой летний лимонный вайп создается от этой лапки. Давайте ее пожмякаем. Пожмякаем, 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 пожмякаем. Кстати, вы знали то, что лапки нужно хранить в пакетиках, иначе они засохнут? Мне вот сегодня сказали, я была в шоке и побежала свои лапки класть в пакетик, чтобы они не засохали. Слушайте, она не особо липкая, но при этом, например, я люблю лапки, которые не сильно липкие. Это прям круто. Вот она реально не очень липкая, но при этом такая красивая, классная. Мне даже жалко будет делать над ней эксперименты. Вторая лапка вот такая вот голубая-белая. Вот такая, она тоже не сильно липкая. Видимо, от вот этой вот фирмы они не сильно липкие. Дальше лапка Джекса. Вот такая вот. Купила ее реально только из-за того, что она фиолетовая. Она еще и волосатая, пушистая, смотрите. Тап-тап-тап по лапочке. Еще одна прозрачная-тапа лапка, и выглядит она очень интригучей, потому что посмотрите только, как она жмякается через пакет. И это еще через пакет, то есть она прям вообще в какую-то субстанцию лютую превращается. Давайте распакуем, посмотрим. Мне кажется, она очень липкая, мне кажется, она прям мега-мега-мега липкая. Так, и кажется, да, она очень липкая, ребята. Тут такой бантик. Не, вообще прикольно выглядит. Я вот эти вот все добавки сразу снимаю, и вот эти все блесточки смываю с таба лапок, потому что мне очень неудобно так их тапать. Ну, только посмотрите на нее! Она такая просто идеальна! Вот, кстати, вот эта моя прозрачная таба лапка, она тоже изначально была вот точно такой же. И тоже с такими блесточками. Вы только посмотрите, что я с ней сделала. Просто до-после, считай, буквально. Дальше стандартная таба лапка, вот эта самая популярная, мне кажется. Я ее купила, потому что она именно вот такая вот. Хотелось именно вот ту самую с картинок таба лапку. Тап-тап-тапа лапочки. Тап-тап-тапа лапочки. Еще вот такая вот лапка. Она уже, кажется, какой-то более объемная, вот такая черная. Я купила ее, если честно, только из-за вот этой вот добавки с косточкой, с вот такой вот надписью. Она прям такая объемная, она даже, вот смотрите, она объемнее, чем остальные лапки. Вот видите, насколько она более высокая? И это так прикольно, мне так нравится. И она не сильно липкая, и плюс она еще вот эта вот пушистенькая. Мне прям нравится, мне кажется, это вообще моя самая любимая таба лапка пока что. Она такая вау! И, конечно, я не могла не купить большую таба лапку, но вы только посмотрите просто, это чья лапа? Вот как вы думаете, кого животного? Не знаю, пишите в комментариях. Вот если бы были розовые, это была бы лапа хамчакуса. Если бы она большая была, такая розовая. Ну вот это вот лапка хамчакуса, ребят, канон, так и есть. Как ее достать? Я боюсь ее порвать. Она очень плоская, но при этом она очень такая склизкая. Она пахнет прям жесткой резиной, еще прям хлеще, чем все остальные. Но вот только посмотрите, какая она прикольная. А еще она непростая. Плюхнем таба лапку на стол. Смотрите, она мигает! Гипно-дэнс. Гипно-дэнс. Что я несу? Па-па-па-па лапочки. Алиса, смотри, таба лапки. Нравится тебе, нет? Видимо, и не понравились таба лапки. Ну ладно. Па-па-па-па лапочки. Да начнутся эксперименты над таба лапками! И первое, что я хочу пробовать сделать, это растопить таба лапку в микроволновке. Когда мы были в туре, Ира, мама с Тешей стишок сказала, что ей кажется, что если положить таба лапку в микроволновку, она растопится и получится как бы просто силикон. Я не знаю, работает ли это на самом деле, но я очень захотела это проверить. И прямо сейчас этим мы и займемся. Если честно, я очень боюсь, потому что эта таба лапка, она и так пахнет как-то специфично. Я боюсь, что я сейчас ее положу в микроволновку, она начнет плавиться или что с ней будет происходить. И начнет просто дико вонять на всю квартиру. Или вообще у меня там что-то повзрывается и меня вообще прибьет за то, что у меня микроволновка вся будет в таба лапке в этой субстанции. Давайте поставим предположительно минуты на три. Если что, я остановлю. На четыре получилось, ну ладно. Мне страшно. Ой, я забыла, она крышка, мне кажется, закрылась. Если у меня все-таки что-то повзрывается, чтобы не все стенки повзрывались, только пол. Микроволновки. Хамчакусы тоже наблюдают. Они больше не в сети, это хамчакус в сыры и хамчакус в пиццы. Давайте откроем, посмотрим, что стесняла, уже минута прошла. Ей вообще по барабану. Давайте поставим на 10 минут и уйдем. Мне кажется, только так с ней может что-нибудь произойти. Прошла уже минута, и я опять ничего не сделаю 100%. Даже звуков никаких не издает. Ты хочешь, чтобы она плакала? Я же тебе плакала и молила по щаде. Майонет в лапкерах, издеваются над лапкой. Ребята, там что-то щелкает. Я не знаю, будет ли этот звук еще раз. Вытаскивай. Ладно. Да ничего, мне кажется, это байт нас забайтили. Табалапка нас забайтила, вообще ничего с ней не произошло. Она просто теплая. Как будто я под теплой водой ее трогаю. Она типа стала более мягкой, более неприятной, видите, более легко как-то от нее отрываются куски. Но нет, вообще ничего. Ну вот, может, если бы я еще вот 6 минут погрела бы ее, то, возможно, она бы расплавилась. Может, еще 6 минут пограем? Я решила все-таки налить воды, и мне мама сказала, что она закипит. Но, в общем, сейчас будем пробовать. Ребята, досталась минута. Я думаю, то, что пора вытаскивать. Тут там крышка вся запотела уже, я вижу, через эту микроволновку. И так, надо задержать дыхание, вдруг там какие-то испарения лютые. О, она растворилась. Она просто вот так вот распалась. Мне кажется, она даже такой останется вот сейчас, когда остынет. Мне кажется, если еще там подождать минут там 5-10, еще раз поставить ее, то она растворится окончательно. Но я уж пробовать не буду, ребят, наверное. Смотрите, ее просто вот таким вот одним движением можно разрезать. Все, ребята, это субстанция. Лапка хотела стать лучшей версией себя. Я считаю, что этот эксперимент удался. Вы только посмотрите, просто какие... Ай, очень горячая она. Я, ребята, эти эксперименты провожу специально для вас, чтобы вы, если вам придет такая идея в голову, не повторяли это у себя дома. Потому что у кого-то реально, мне кажется, может табалапка взорваться и все. А вот теперь действительно серьезно, ребят. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Я думаю, табалапка для следующего эксперимента не мечтала. Ну, кто ее спрашивает? Итак, следующий эксперимент. Я хочу попробовать покрасить прозрачную табалапку. Я уже навела воду с краской. И взяла вот такой вот шприц, с помощью которого мы будем наполнять табалапку краской. Я не уверена, что получится. Потому что табалапка это все-таки не пустой материал. Но больше что будет. Это то же самое, как и с предыдущим экспериментом. Ой, что-то, по-моему, получается, ребята, немного не то. Что я планировала? Какие-то пузыри, ребята, надуваются. Давайте прям большой пузырь надуем. Смотрите! Пузырчатая табалапка-мутант. Так, теперь давайте подушечки надуем. Табалапка, табалапка, табалапка. Табалапка, табалапка. Видели это? Трэш. Все, ребята, это реально субстанция. Смотрите, табалапка стала главной героиней фильма. А теперь это можно выдавливать, как прыщи. Давайте попробуем. Я боюсь, правда, то, что сейчас я вся обрызгаю с этим. Ну ладно, уже мне все равно. Мне главный эксперимент. Папа-папа, лапочки. Ну, слушайте, я почти все лопнула. Тут какие-то остались мизерные пузырики внутри. Но это даже как какой-то плюс вайбик, комфортик. Табалапка теперь с родинками и прыщами. Я даже не знаю, удался этот эксперимент или нет. Потому что по изначальной моей задумке она должна была красть и должна была быть красива. Если так, то не удался. Но вообще мне было весело. Мне кажется, то, что экшн классно. Вот у меня были какие-то пузыри, потом я их лопала, как прыщи. В целом, как антистресс, это прикольно. Вот, так что я считаю, что удался. Папа-папа, лапочки. Итак, следующий эксперимент. И провести я его хочу с этой же лапкой, потому что она очень хорошо липнет. Опять эта легендарная тарелка с Леди Баг, она уже пережила все, что только можно. И я насыпала в нее муку. И сейчас вставу лапку, как самую настоящую котлетку или пирожок, мы будем обваливать в муке. И посмотрим, что же будет с ней, если она будет такой же текстурой, но не будет липкая. Вот, вы только посмотрите просто, что с ней. Она реально какая-то... Что это? Вот, мне кажется, она живая, если честно. Так. Она выглядит, как просто белая табалапка теперь. Мне кажется, она не будет больше такой идеально прозрачной после этого. Ну, смотрите, как это прикольно! Похоже на Моти, ребята, смотрите, реально. И по ощущениям, и вообще внешне это реально выглядит, как Моти. Я жду, когда в каких-нибудь кафе начнут продавать Моти в виде табалапки. Мне кажется, просто гениально произвело бы фурор. Если меня смотрят какие-то создатели кафешек, то возьмите себе на заметку. Ой, она вообще такая приятная. Жаль, потому что у нее прям сыпется мука и так ее не оставить. То есть это прям только на один раз вот так вот поиграть. Но вообще по ощущениям она гораздо приятнее, чем когда она липкая. Мне нравится. Только смотрите, тянется она прям вообще. Все свойства свои сохранила, кроме липкости. Но я считаю, что этот эксперимент 100% удался. Па-па-па-па, лапочки! И что ж, теперь опускаем табалапку в свободное плавание. И все, вода сразу становится мутной, как будто табалапка напукала. Мой ужасный юмор, сори. Так, ну, кстати, она тнулась очень-очень быстро. Вот так вот, посмотрите, просто даже ни кумула не понадобилась. И теперь она снова липкая, снова такая же мягкая. И, конечно, уже не такая прозрачная, не такая идеальная, как она была до этого. Но, тем не менее, все свои свойства она оставила. Поэтому я считаю, что это уже прикольный эксперимент. Если вы хотите пожмякать табалапку, но вам очень не нравится то, что она липкая, обваляйте ее в муке. Вот выход. Па-па-па-па, лапочки! Следующий эксперимент. Мне кажется, это просто трэш, но я вычесала Алису. И сейчас в нее шерсти будем обваливать лапку. Берем мою вот такую вот уже затапанную лапку. И... Сейчас будет просто шерстяная лапка. Вот это настоящие, ребята, шерстяная лапка. А не вот эти ваши ворсидочки бедненькие, малюсенькие. Алиса, понюхаешь эту лапку давай из твоей шерсти. Мне кажется, она признала, узнала себя. Она лапку поднимает, она хочет тап сделать. Да? Будешь тапать? Нет. Она не хочет все-таки тапать, она боится. Тап-тап-тапа лапочки. Ну, в общем, я думаю, что эксперимент удался, но с нее очень сильно летит шерсть. И она мне уже в нос попала везде, поэтому придется выбросить эту лапку. Ну, как интистресс, ее, конечно, тапать не очень приятно, но выглядит она угарно. Как вы считаете, ребята, удался ли этот эксперимент или нет? Пишите в комментариях. Пап-папа лапочки. И еще один эксперимент. Я хочу попробовать заморозить таба лапку. Ребята, мне кажется, что кто-то из вас точно 100% пробовал такое делать. Вот напишите в комментариях, у вас получилось ее заморозить или нет. Просто я не нашла ни одного ролика, чтобы кто-то замораживал таба лапку, а мне очень интересно, что с ней будет. Поэтому прямо сейчас я этим и займусь. Вот так вот кладу ее вот сюда и подожду до утра. Пап-папа лапочки. Итак, уже следующий день. Прошло уже больше 12 часов. И давайте посмотрим, что стало с таба лапкой. Мне сейчас это страшно. И так, и... Серьезно! Она приморозилась. Примерзла. Она, во-первых, очень ледяная. А во-вторых, она стала чуть тяжелее мяться. И она не такая липкая. Но при этом у нее очень классная текстура. Если бы она не была ледяной, мне не было бы прям больно как-то уже ее держать в руках. То она прям вообще классная. Слушай, мне прям очень нравится текстура этой таба лапки. Возможно, на видео это не видно, но она реально стала более густой, что ли. Вот такое вот по ощущению. То есть она прям как жвачка в руках. Но эксперимент мне удался, потому что я надеялась, что она замерзнет, а она не замерзла. Пап-папа лапочки. Что ж, вот такие вот эксперименты над таба лапками у меня получились. Пишите в комментариях, какой эксперимент вам понравился больше всего. А также пишите в комментариях, какие эксперименты над таба лапками мне провести еще. Мне очень интересно, что вы напридумываете. А также пишите в комментариях и ставьте лайки, если вы хотите увидеть видео, где я делаю таба лапку своими руками. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube канал и на мое ВК-сообщество. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока! Таба лапка, таба лапка, таба лапка в тренде. Таба лапка, таба лапка, таба лапка мяу.